в связи с нашей темой лимфатической системы я расскажу вам вот это рассказывал что простатит я от него избавился и вот важно конечно важно от него избавиться но важно и понимать как это все возникает а возникает следующим образом примерно как это было у меня вот я помню мне было лет там 14 14-15 и там вместо трусов я там плавки носил и не знаю где там я был что я там был что как-то в плавках этих утром иду аж мать обратила внимание емае да у тебя все ягодицы в прыщах в прыщах а началось все еще раньше а именно где-то вот как это бывает начиная у некоторых там в 5 лет у ребенка в 7 лет в 9 10 12 уже бывают фурункулы вот и у меня не возникли а чего не возникли можно сказать от жизненных условий от того что то там едим все там валим в кучу смешанное питание борщ мясо хлеб с маслом чай с сахарком все это такое в одной еде потом там а желудок разберется ну вот он и разбирается тем что образуются условия в которых начинает размножаться условно болезнетворная микрофлора и уже настолько это все достигает как бы сказать своего развития что включается уже кожа то есть лимфатическая система пытаясь от всего этого избавиться включает уже кожу она не может выделять там через нос там через пищеварительный тракт или еще как-то и уже только хоп фурункул ё-моё а за ним другой вроде бы прошло 3 итак на шее и пятое десятое третье двадцатое все это возникает потом вроде как она сам пришло прошло где-то там то прыщи то это то есть указание на то что лимфатическая система ваша борется сражается а вы за этим наблюдаете и как бы так сказать чтобы человека не было там луком прижигаете еще там что-то делаете можете чтоб прорвалось и так далее то есть нету подлинной работы внутренней над тем чтобы основу света ликвидировать все это мы пытаемся что-то там как-то замазать а процесс как шел так и идет и вот в данном случае у меня закончим там с фурункулами шеи огромный такой фурункуляка лет лет 17 наверно так примерно плюс минус там полгода был прямо там на атланте он прорвался аж эти самые аж там что там мышцы чуть ли не кости были видны а я купил в речке плав вот ну прошло так прошло вот а потом потом то есть это вот смотрите 17 лет было а потом примерно в бане там я мылся один играйка эти массажик там сделал так и массажик делает а там в районе спины катаются такие уплотнения тяжи то есть попросту сказать мышцы мышечные какие-то связки волокна отдельные мышцы высыхают становятся твердыми и при этом при пальпации они там так это щелкают аж знаете там тоже наблюдается когда вот человек пожилом возрасте там начинает рукой крутить в районе плеча там хрум 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 то есть идет высыхание как бы сказать откуда же она появилась там там везде вода лимфа легкие так далее по почему определенную какая-то участок мышцы затвердел и превратился в какой-то тяж который начинает стягивать и особенно по ночам начинают болеть плечи это уже не знаешь куда деваться от этого вот и почему плечи болят как бы сказать почему-то от холка болит и далее идет там по локтям вот мое мнение академика народной медицины узбекистана я думаю что вот этот вот очаг который был от того же фрункула значит там инфекция так и осталось где-то она там подавилась где-то это спряталась и она начинает размножаться на подобие на подобие плесени так знаете вот как вот ниточка прорастая по разного рода там щелями таким значит как бы сказать образованием в организме который как бы ее меньше затрагивает иммунная система и вот она в этих тканях проросла и далее она то потребляет в воду из окружающей среды для своего так развития и вот это вот как раз процесс потребления воды из окружающих тканях приводит к тому что вокруг этого инфекционного тяжа от бактерий или грибков возникает область высушенного и так вот появляется вот этот тяж который уже начинает действовать чисто за счет механики доброзавец там тянет болит думает вот и мы не понимая этой причины вот думал как же так что плечи разболелись то есть плечи то болят ну ладно там я там спортом занимался можно сказать травма или еще там что-то такое но есть люди которые ничем они не занимались у них ужасно болят плечи локти колени имеются вот эти тяжи и вот когда мы начинаем теперь я понимаю понимаю я теперь понимаю тадикампом какими-то такими маслами душистыми на это все дело воздействовать у нас уменьшаются и боли у нас более-менее там идет какой-то процесс процесс исцеления но то что уже так сказать завязалась и уж не просто так развязать но тем не менее тем не менее работает эта вещь голодание хорошо на это дело влияет на тут чтобы туда добрались это не неделька и не дверь и даже не три чтобы там поработал и потом гибкость стала такая нормально то есть в этой области вот ребята поехали теперь продолжим мысль о простатите значит о череках я вам рассказал далее значит возникли вот эти вот крещи на заднице это говорит о том что инфекция на тот по всему организму шастает иди и больше там и начинается процесс борьбы лимфатической системы с ней и выделение через ближайшие поверхности уже там слизистый не справляется значит включается кожа и вот эта кожа вся то прыщах ягодицы были то есть там идет процесс борьбы а что там у нас расположены там у нас расположена предстательная железа у мужчин значит и вроде как она более-менее защищена но тем не менее процессик этот шел так сказать эти прыщички то больше то меньше у меня нет а появлялись появлялись там чуть ли не чуть ли не месяца три назад еще бывало там 12 так 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 ну регулярно выскакивает то есть такого созвездия не было они появлялись вот это меня задело как же туда добраться и вот я семя тмина потому что все эти отвары действуют в районе желудка там допустим кишечника тонкого а до толстого не доходят туда доходит как раз вот только твердое образование и вот я тминчиком туда чуть 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 чем то есть отмена уже не знает вот принимаю если не больше причем сначала какие-то перерывы дело а теперь регулярно 1 3 1 4 чайной ложки то есть не так раньше как сам пол а то и целая чайная ложка вот я применяю и значит что вот я рассказывал что мне в свое свое время помогла тыквенное масло то есть быстренько раз все это прошло именно там какие-то более вот такие вот представительной железе но что касается прыщичка там они уменьшились но тем не менее остались и примерно как бы сказать когда-то появилась года на на три назад если не 4 3 3 скорее всего назад появился такой феномен о котором частенько говорится то есть человек мужчина часто ходит ночью туалет вот днем более-менее нормально а это наступает ночь раза три-четыре за ночь ходишь туалет да ё-моё спать охота тут этот встаешь как-то это не 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 это не по себе то есть вот это удел пожилого мужчины можно можно с этим как-то смириться можно там вот как они что-то там применять не отдавая себе отчета шо ж там происходит в конце концов хочу происходит значит вот это вот болезнетворная микрофлора она там присутствует делает свое черное дело вроде так как-то незаметно а она вот так вот уже выражается и естественно сигнализирует об этом таким образом что по ночам ты ходишь туалет часто а на ягодицах поближе кануса появляется разного рода такие прыщики прошел новый прошел новый прошел там два три больше меньше вот то есть процесс как вырыться идет ну как же как же туда добраться от этого ты ты меня все это пим 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 принимаю принимаю то здесь важно проявить упорство а теперь это упорство основано на знании особенно лимфатической системе вот чем дело как я благодарен вот этим знанием лимфатической системы который вам рассказал это ж не я один там все это выдумывал про лимфатическую систему были соответствующие исследования лучшие умы изучали как это работает и благополучно все это забыли физиология нам не нужно нам нужно таблетки вот что я хочу сказать вот буквально таки буквально таки где-то прошло в месяца два как я заметил что я стал спать нормально то есть никакой туалетик не хожу а то думал это что-то тут у меня расслабилась одрехлела это только до лупости может расслабиться и одрехлить вот сплю спокойненько и кожа кожа там где прыщики скакали стала чистая но это не значит что надо расслабляться и теперь еще что-то там такое можно знаете делать надо продолжать то есть постепенно постепенно я помог лимфатической системе и она взяла вверх что выразилась значит борьба значительно сократилась что нету теперь высыпание на кожи что я перестал ночью вставать в туалет все нормализовалась как бы само собой и возросла половая потенция вот такие вот вещи произошли и все лишь это все основано на знание о работе лимфатической системы которая является прекрасным индикатором что у нас творится в организме и просит помощи а мы все это дело видим о прыщиком его выдавим тут чем-то помажем йодом все инфекция инфекция мол это с кожей да на прет не с кожи как прет с под кожей наружу ну вот я с вами поделился еще одними очень интересными знаниями очень очень применяйте благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч ваше участие